За снег и за печаль, за тихое прощание, за всем тебя благодарю. Всех слов благодарности сегодня и не вспомнить. В актовом зале Седанкинского дома-интерната много гостей. Это его работники, представители ветеранских организаций и все те, кто неравнодушен к судьбам беспомощных стариков, ну и конечно же сами постояльцы. Для них сегодня праздничный концерт. Нужно сказать, что и в обычные дни жизнь здесь не затихает ни на минуту. Постояльцы интерната являются участниками различных краевых и городских событий и мероприятий, поэтому на этой сцене они ежедневно репетируют свои вокальные, танцевальные и даже театрализованные номера. Впервые Седанкинский дом-интернат начал принимать обездоленных стариков в августе 1944 года. В то время учреждение представляло собой небольшое двухэтажное здание и два маленьких деревянных домика, вмещавших 70 человек. Сегодня в интернате проживают более 500 постояльцев и для них пытаются создать все удобства. Вот за последние пять лет администрации Приморского края только на улучшение качества жизни было выделено более 75 миллионов. Мы отстроили абсолютно новую столовую с современным оборудованием, мы отремонтировали пятиэтажный корпус новый с комнатами для проживания, то есть мы построили спортивную площадку, мы сделали тренажерный зал, мы отремонтировали и приобрели оборудование для нашего медицинского блока, то есть мы сделали достаточно серьезный рывок в улучшении качества нашего обслуживания. В основном в интернате живут бабушки и дедушки, но есть и молодые люди, инвалиды. Галина Григорьевна здесь уже больше двух лет. Всю жизнь работала поваром, ходила в море, вырастила дочь, она теперь живет за границей. Почему не поехала за ней, говорить не стала, зато охотно рассказывает о своей интернатской жизни. Я, например, в интернате дома жила, но у меня никого нету, а в интернат попала. И мне тут очень нравится, вы знаете, я вот даже волнуюсь, потому что это очень хорошее здание. Тут была доска открыта Мицкову Виктору Михайловичу. И я, вы знаете, плакала от того, как пришла, сразу начала плакать от того, что я за людей, как говорится, рада, и за себя тоже, что я живу в таком здании, что там те условия. Нас кормят, во-первых, одевают, обувают, моющие дают. Ну что надо еще? Дома не так, каждый, может быть, не живет так, как мы живем в интернате. И спасибо нашему директору Наталье Тимофеевне, она умничка у нас. После концерта праздничный стол попросили подчеркнуть, накрытый спонсорами. Все-таки обычная трапеза несколько скромней. Сегодня нашему предприятию 75 лет. Наш коллектив, коллектив столовой, очень старался. Готовились всю ночь к этому празднику, чтобы порадовать наших гостей, наших проживающих. Особенно нам получились баклажаны фаршированные, блинчики фаршированные. Мы от всего сердца поздравляем всех с таким большим праздником. Желаем всем здоровья, удачи и процветания. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.